В связи с избранием президентом Казахстана поступили от глав Франции, Украины, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Египта, Монголии, Финляндии, Латвии, а также от короля Ярдании и премьер-министра Великобритании. Все не выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Множество писем и телеграмм продолжает поступать в аккорду и от рядовых казахстанцев. Президента поздравляют трудовые коллективы, предприятия, врачи, учителя, спортсмены и ветераны. В своих корреспонденциях граждане страны подчеркивают, что 26 апреля они сделали правильный выбор. Казахстан во главе с премьер-министром, руководители госорганов, непосредственно подчиненные президенту и Акимы областей, сегодня ушли в отставку. Так положено по закону. После инаугурации нового главы государства кабинет министров также формируется новый. Но в статусе исполняющего обязанности глава отечественного Кабмина находился недолго. О том, как проходила процедура согласования этого назначения, расскажет наш корреспондент. Сейчас важна преемственность, да и на раскачивание нет времени. Именно так глава государства сегодня объяснил свое решение, предлагая на рассмотрение руководителем фракции Мажелиса кандидатуру Кариму Масимова. Эта встреча проходила в аккорде практически сразу после инаугурации нурсултана Назарбаева. Но прежде чем озвучить свое предложение, он обратился к своим оппонентам по прошедшим выборам. Я благодарен кандидатам в президенте Иссадыкову и Хусаинову за проведенную работу. Они показали демократичность наших выборов, была альтернатива. Объявили свою программу, которую мы тоже будем вместе выполнять. Согласно Конституции я вас пригласил о том, чтобы договориться, посоветоваться. Программу я объявил, и все слышали. Работа непростая, и время непростое. Для раскачки нет времени. Поэтому провели инаугурацию в соответствии с Конституцией, законами. И надо, чтобы правительство без никакой задержки работало. Поэтому я хочу внести предложение Масимова премьер-министрам, чтобы он сформировал правительство и продолжал работать. Предложение президента руководителя всех трех депутатских фракций Мажелиса поддержали, назвав его жизненным и взвешенным. Мы с членами фракции все посоветовали сегодня, зная, что будет совместное заседание. Мне поручили поддержать ваше предложение. Ваше предложение, которое вы сегодня высказываете, оно, конечно, от жизни взвешенное, и мы его поддержим. Спасибо вам большое. При той народной поддержке, которая вам оказана в этих выборах, безусловно, мы поддержим ту конъюнтуру главы правительства, которую вы несете. И более того, если говорить о том человеке, о котором мы сейчас сказали, мы знаем, что в тяжелый период, период кризисов, он руководил работу правительства, мы поэтому готовы поддержать, конечно. Фракция вашей партии в парламенте, безусловно, поддерживает ваше предложение. К тому же у нас на сегодня очень хорошие конструктивные взаимоотношения складываются с правительством. Они прислушиваются к мнению депутатов, и многие вопросы мы в рабочем порядке спокойно решаем. Поэтому наша фракция, конечно, поддержит эту команду. Спасибо. Посоветовавшись с руководителями фракции, Нурсултан Назарбаев принял участие в бюро Мажелиса, где выслушал мнение уже руководителей комитетов Нижней палаты парламента. И только после этого он направился на пленарное заседание Мажелиса. Чтобы не потерять темпы, я вношу предложение к кандидатуру Харем Хазумовича Масимова дать согласие на его назначение премьер-министром. Он работает не первый год, все мы с вами знаем. У него есть хорошая команда, министры все напряженно работают. Сейчас новая программа. Я должен утвердить комиссию, которая немедленно после праздников приступит к работе. Он справляется, у него есть потенциал, соответствующие знания, и думаю, что мы можем ему доверить дальше. В связи с этим прошу Мажелис дать мне согласие на назначение Карима Хазумовича премьер-министром нашей страны. Предложение президента Мажелисмены поддержали единогласно. 106 депутатов из 106 проголосовали за. Карим Хазумович Масимов, премьер-министр Волк Тарань Долсон.